Итак, в файле geolocation.org я объявил две функции. Одна имеет название geolocate и она определяет местоположение пользователя. А вторая функция callback и она вызывается, когда браузер смог получить текущее положение пользователя. Функция callback вызывается один раз, когда мы получаем текущее положение. Таким образом, технически нет никакой причины давать ей отдельное имя. Вместо этого мы можем просто определить анонимную или лямбду функцию и передавать ее значение после получения текущего положения пользователя. И чтобы это сделать, необходимо немного изменить код. Сначала в функции callback выделяем и вырезаем эту строку кода, чтобы использовать ее позже. После чего вообще удаляем функцию callback. Теперь внутри функции geolocate выделяем и удаляем имя функции callback. А вместо него объявляем анонимную функцию, которая принимается как единственный аргумент с именем position. Далее ставим открывающую и закрывающую фигурную скобку. Закрываем скобку и ставим точку с запятой. Теперь вставляем здесь ранее вырезанную нами строку кода, который мы собирались выполнить. Все что я только что сделал, так это заменил функцию callback на анонимную функцию. При этом функциональность страницы не изменилась. Таким образом, не используя дополнительные названия функции, я сделал код этого файла более чище, в результате чего его стало легче читать. Сохраняем файл и открываем его в браузере. В адресной строке вводим http.2.2.localhost.geolocation1.html. Как видите, я все еще нахожусь в Кембридже, штат Массачусетс. И все это я сделал анонимно. Субтитры добавил DimaTorzok